Дорогие друзья, уважаемые коллеги и будущие коллеги, с вами Константин Бочевер, автор, разработчик и научный руководитель магистрской программы «Спортивная психология». Спортивный психолог быстро и качественно помогает любому представителю спортивной профессии – спортсмену, тренеру, врачу, руководителю организации, родителям будущих чемпионов. Это работа для погруженных в спорт – здоровых, стрессоустойчивых, сообразительных, находчивых. В отличие от многих коллег, мы серьезно ограничены временем и методами. Мы используем только то, что работает и дает результат сразу – через неделю, день, месяц, полгода. Вы будете осваивать особые закономерности, по которым развивается психическая активность спортсмена. Это три основных больших направления, в которые уже вкладываются отдельные темы, предметы и курсы. Конечно, это стресс, и все, что касается подготовки к соревнованиям, тревоги, мандража, лихорадки, бессонницы – это мотивация, и все, что ее формирует или, наоборот, снижает. И, конечно, это перспектива, то есть моделирование благополучной, успешной, устойчивой траектории и в спорте, и вне спорта, прохождение кризисов и достижение успеха. Мне, как спортивному психологу, все интересно. И читать исследования, и находить ответы на вопросы, которые задавал себе раньше, осваивать практические навыки, укреплять себя, потому что здоровье, устойчивым спортсменам могут помогать только здоровые и устойчивые психологи. Работать над своим проектом, выбирать свой путь, узнавать больше, заходить в области физиологии, медицины, биологии, потому что в науке спортивные психологи больше не гуманитарии, а естественники. Начинать практику, глядя на спорт с новых позиций, общаться с нашими, с зарубежными коллегами, с психологами, с врачами, узнавать новое. Как и в любой учебе, быстро, много, честно работать, потому что на этой программе без труда не выпуститься с дипломом магистра психологии. Все нужно придумать, организовать, исследовать, понять, что вы узнали в своем исследовании, объяснить это миру, использовать на благо. Все это трудно, но интересно. Магистровская программа имеет дистанцию больше, чем в два года. И этот срок позволяет, не торопясь, сориентироваться и в науке, и в практике. И дальше работать над своим проектом, над своей собственной специализацией. Например, кто-то хочет заниматься только кризисом окончания карьеры спортивной. Кто-то восстановлением спортсменов после травмы и возвращением к спорту. Кто-то предпочитает только проблемы мотивации у спортсменов-подростков. А кому-то интересны особенности конкретных хоккея, дзюдо или тенниса или конного спорта. А за этот срок, два года с лишним, вы можете стать сильным начинающим специалистом, имеющим собственный материал, собственные наработки и проверившим собственные идеи и гипотезы. Иными словами, не останемся ли мы с вами без работы с такой профессией. Спорт – это отражение общества. Он никуда не уйдет. Спорт будет всегда. И самое главное, что нужно сейчас понять – в магистратуре вы изучаете здоровье здорового человека. Мы оставим проблемы, жалобы, болезни другим психологам. Наша задача – сделать уже здорового физически и ментально человека надежным, ответственным, побеждающим профессионалом. С большой буквы. А это умеют немногие. С опытом работы в спорте вы найдете достойные вызовы, условия для работы в корпорациях, бизнесе, медицине, даже в космосе. Везде, где нужен результат. Послушаем с вами отзывы нескольких специалистов. Что им дало обучение в нашей команде, как они работают, чем они хотели бы поделиться с вами. Желаю вам удачи и буду рад увидеть на профиле прикладной психологии спорта в Московском институте психоанализа. Добрый день. Меня зовут Борзенкова Виктория. И в прошлом я профессиональный спортсмен по фигурному катанию, мастер спорта международного класса. Спортивной психологией увлекаюсь давно. Сначала я использовала знания в качестве спортсмена. По завершении спортивной карьеры работала тренером и какие-то частичные методики использовала в рамках рабочего пространства тренером. Но была проблема в том, что я не могла работать, не могла перейти в практическую деятельность. И в этом мне помог Константин Бочевер и его команда. Благодаря тем необходимым знаниям, которые есть в арсенале у Константина, студент может переходить от теоретических знаний в практические. И по сей день я работаю спортивным психологом в различных видах спорта очень успешно. Это и киберспорт, и фигурное катание, и художественная гимнастика, и вейксерф, и абсолютно большой спектр видов спорта, где я успешно применяю те методики и знания, которые мне дал Константин и его команда. Меня зовут Мария Нинарокомова. Я практикующий психолог и работаю в том числе со спортсменами-любителями. В ходе обучения у Бочевера Константина Алексеевича и его команды я получила не только огромный базис теоретических знаний, основанных на современных исследованиях, как российских, так и зарубежных, но и очень полезный объем практических техник, методик и упражнений, которые можно сразу же использовать в своей работе. Информация подается максимально четко, без воды, структурировано, понятно. Преподавательский состав также имеет огромный практический опыт и может ответить на любой вопрос максимально детально с привязкой к конкретным примерам. По своему опыту могу сказать, что многое я привнесла в свою работу. Ну и, конечно, хочется отметить заинтересованность, искренность, терпеливость и бережность преподавателей к каждому студенту интерес, искренний интерес к вопросам, которые студенты задают. Это тоже важная часть обучающего процесса. Меня зовут Классов Максим. Я клинический и спортивный психолог. Я увлекался спортивной психологией с первого курса обучения в ВУЗе. Однако, когда я закончил обучение и приступил к работе с профессиональными спортсменами, я понял, что знаний, полученных мною в ходе базы образования, недостаточно. Именно в тот момент мне на помощь пришел Константин Алексеевич Бочавер и его команда специалистов. Они дали мне все необходимые знания, умения и навыки для работы с профессиональными спортсменами. Именно благодаря их работе я стал увереннее как специалист. Я готов и могу оказать квалифицированную и профессиональную помощь как спортсмену, так тренеру, так и родителям спортсмена.